Царскосельский лицей Для первых 30 воспитанников, среди которых был и Александр Сергеевич Пушкин, Александровский дворец передал более полутора тысяч книг. В библиотеке Брянского лицея свой литературный клуб. Здесь обсуждают прозу и читают стихи тех самых авторов, что были первыми русскими лицеистами. Пока свободу горим, пока сердца для чести живые, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Отличительный знак Царскосельского лицея – форма его воспитанников. Кафтан темно-синего сукна со стоячим красным воротником и обшлагами. Сегодня форма лицеистов ограничена деловым стилем. Отличаются лишь галстуки и бабочки, цвет которых класс выбирает сообща. Забавно, что за отличные успехи в учебе Александр Пушкин мог получить в единицу наивысшую оценку в Царскосельском лицее. За успехи посредственные ставили четверку, а вот за отсутствие всякого знания можно было и ноль схлопотать. Учеба в самом разгаре. Здесь изучают хлорофилл. В соседнем классе цитируют Куприна. В Царском селе наука и искусство шли рука об руку. Рисование, театр и танцы. В актовом зале Брянского лицея словно из прошлого кадриль. На сцене юные Пущин, Горчаков и Кюхельбекер сочиняют пародии на преподавателей. Покажи Калиныча! Калиныча, давай! Покажи! Ах, буяны, вы мои буяны! Учились буяны прилежно и не только в классах, но и в спорте показывали успехи. Александр Пушкин был лучшим фехтовальщиком лицея. Верховая езда, плавание и гимнастика также входили в обязательный курс. Если рапиры и лошади немного потеряли актуальность, то все остальное нет. Ребята приходят заниматься даже во внеурочное время. Кто из дома, а кто из лицейского общежития. В Царско-сельском лицее, который сейчас является музеем, до сих пор сохранилась знаменитая комната номер 14, в которой жил Александр Сергеевич Пушкин. Своих письмах друзьям он так и подписывался. Номер 14. Давайте же посмотрим, как живут лицеисты сегодня. В одной комнате двое учеников. Обстановка вполне схожа с Царско-сельской. Кровать, шкаф, стол для занятий. Юный Пушкин называл свою комнату кельей за ее размеры и строгий режим пансиона. Тем не менее, питание в лицея назвать монастырским было сложно, но угодить детям-дворян не так легко. Прекратить немедленно! Не затем надзирайте, господин надзиратель! Уроки уроками, а обед по расписанию. В столовой первого лицея сегодня гречневая каша, которая так не угодила кинематографической версии Ивана Пущина. К ней сосиски, булочки и мандарины на десерт. 29 мая 1918 года постановлением Совета народных комиссаров тот лицей был закрыт. Если директор Царско-сельского Василий Малиновский преподавал словесность, то руководитель Пушкинского сегодня ведет уроки химии. Но главное, что ученики и тех лет, и нынешние соглашаются. Друзья мои, прекрасен наш союз! Валерия Бурносова, Анатолий Чекрыгин, Игорь Винничук. События Брянск.